Приветствую вас и, прежде всего, нужно сказать так. Раз вечером девушка говорит, что хочет быть с вами, хочет от вас детей, то это означает, что когда она чувствует себя спокойно, когда чувствует, что у нее на данный момент нет никаких раздражающих факторов, она проявляет себя по отношению к вам искренне, так как вот она действительно чувствует. И это ее настоящее чувство к вам, это ее истинное отношение к вам, это нужно понимать. Потому что я могу предположить, что вы немножечко сомневаетесь в том, как она к вам относится, ведь днем она говорит, что не хочет афишировать с вами отношения. И вам не нужно обращать на это внимание. По крайней мере, в контексте того, что она не искренне к вам относится. Думаю, что она относится искренне, просто чего-то боится. И поскольку мы определились, что девушка к вам достаточно позитивна и душевно настроена, то она нужно определиться с тем, чего она боится, почему она не хочет афишировать ваши отношения. Вот тут эксперты высказали различные предположения относительно того, почему она боится. Конечно, сильнее всего в глаза обращается тот факт, что у вас есть определенная разница в возрасте, и именно эта разница мешает, может мешать ей афишировать ваши отношения. Но вы не написали, чего именно она боится. И, возможно, вы сами этого не знаете. Возможно, этого не знает и она. Но она чего-то боится. И вам нужно показывать ей, что чего бы она не боялась, чего бы она не опасалась, чего бы плохого она не ожидала от, скажем, взаимодействия с вами, ничего этого не произойдет. Ничего этого не случится. Потому что вы ее любите, вы ее защитите всегда, вы будете с ней в любом случае. И это значит, что вам нужно просто прислушаться, присмотреться к ней повнимательнее. И подумать, какие аспекты волнуют вашу девушку сильнее всего. Если общественное мнение, то почему? Если страх за будущие отношения, то тоже почему. И вот с этим моментом вам и нужно работать. То есть обсуждать с ней то, что ее беспокоит. Самое первое, самое простое, самое легкое средство для решения любых проблем – это их обсуждение. То есть, пока проблема находится в человеке, она имеет магический оттенок. Она обладает узкосубъективным восприятием, потому что человек ни с кем ее делится, никому не рассказывает ничего. И, конечно же, ему кажется, что эта проблема очень серьезна. Просто потому, что никто со стороны данную проблему не оценивал. Но когда человек рассказывает другому о ней, или когда видит, что кто-то говорит ему о его проблеме, то в другом человеке субъект видит отражение самого себя и отражение своих проблем вообще в целом. И это снижает значимость того, что у человека волнует. Он понимает, что раз об этом говорят, значит, это уже не только его проблема, значит, его способность понять другой человек, а это моментально снимает значительную часть напряжения. Дальше человек понимает, что раз другой говорит об этой проблеме, значит, он представляет себе решение. И даже если ему, субъекту, решение это кажется неприемлемым, неверным, неправильным, сомнительным и так далее, оно все же есть. И тот факт, что оно есть, а человека немного успокаивает. Человек внушается надежда, что его проблема не является неразрешимой. Ее можно решить. Просто пока человек не готов к принятию именно такого решения. Но дело в том, что человеческое сознание в целом склонно принимать любые ситуации как, ну, не уникальные, типовые. И если человек понимает, что у его проблемы есть одно решение, то всегда может найти и другое решение. Это как генерация идей. Выражение идей одного является подсказкой для другого. Вот так вам инойно общаться со своей девушкой на тему ее страхов, на тему ее проблем. Чтобы в процессе обсуждения девушка сама, опираясь на то, что говорите вы, допустим, приходила к определенному выводу. И тогда ей самой будет легче, будет проще, будет удобнее решать то, что ее волнует, решать то, что ее беспокоит. И так вы сможете ей помочь. Или хотя бы понять, где корень того, чего она боится. Если не сможете решить проблему с ней вместе, то тогда, конечно же, стоит направить ее к нам на ресурс хотя бы. Чтобы мы здесь помогли ей справиться с тем, что ее беспокоит. С тем, что ее волнует. И тем самым избавить ее от стресса, от, может быть, тревожности и так далее. Но то, что девушка чего-то боится и чего-то опасается, это факт. И если она вам не говорит, значит, нету доверия. Нет достаточно сильного доверия к вам. И над этим доверием вам нужно поработать. Чтобы девушка вам больше доверяла, нужно понять, что она ценит. что для нее наиболее ценно в людях, в мужчинах, в личном вас. И постараться это ей обеспечит. И тогда она будет больше раскрываться перед вами и будет активнее разговаривать на тему того, что ее беспокоит. на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!